Улица Карла Маркса в Иркутске после полудня превратилась в настоящее театральное представление. Колонны праздничного шествия демонстрировали костюмы и свои мини-постановки, которые специально подготовили ко дню города. Год театра в России стал главной тематикой шествия. По традиции его возглавляет мэрия Иркутска. Мы стараемся, прошедшие несколько лет, делать тематические шествия. В этом году посвящается театру. У нас в России 19-й год объявлен годом театра. И мы здесь в Иркутске решили тематику театра включить в движение сегодняшнего карнавала. Это будут работать и площадки интерактивные, где будет наша молодежь, любительские театры, профессионалы своим искусством делиться с жителями. Участниками и зрителями костюмированного шествия стали тысячи человек. Яркие наряды и фееричные представления. Каждая команда не уступала по оригинальности и индивидуальности друг другу. Более 50 колонн создавали театр в движении и праздничное настроение для горожан. На 358-ю годовщину всех объединила любовь к родному Иркутску. Это великий, поистине великий день. Вы можете видеть, сколько людей празднует этот прекрасный праздник. Посмотрите на нашу колонну, как она идет. Какие все дружные, какие все иркутяне, молодцы. Прямо до мурашек. Мы твинское землячество представляем. Мы любим наш город и мы тут живем, многие наши земляки, туинцы. Поздравляем любимый город. Очень хочется здесь что-то менять, чтобы он был самый лучший. Я от души хочу пожелать им всего самого хорошего, чтобы они участвовали именно в развитии нашего города. Лучшие колонны к шествию получили награды. После у памятника Александру Третьему выступила знаменитая певица Татьяна Овсиенко. Народная любимица исполнила всеми узнаваемые хиты 90-х. А в 7 часов вечера на площади Графа Спиранского концертную программу открыл джазмен Игорь Бутман вместе со своим квинтетом. Очень близкий город, очень родной, с потрясающей энергией, со всеми красотами Байкала и окрестностей. Мы много раз сюда приезжаем на джазовый фестиваль, которым и вот дни города теперь для нас стали традиционными, и открываем джазовые сезоны. Хедлайнером вечера стала группа «Чаев». Бессменный лидер рок-бэнда Владимир Шахрин отметил, что это особая честь выступить на дне рождения города. Таким образом появляется больше ответственности перед публикой. Если ты любишь свой город, а ты его любишь, вообще, скорее всего, нужно какими-то делами подкреплять свою любовь к тому, кого ты или что ты любишь. Поэтому, мне кажется, нужно быть достойным горожанином, уважать свой город, делать максимально, чтобы он стал лучше. Музыканты подарили горожанам часовой шоу. Тысячи иркутян от центральной площади города под открытым небом подпевали знаменитым рокером. «Какая боль! Какая боль!» «Паркинки занимают так, пять ноги!» Финальным аккордом праздника стал красочный салют с музыкальным сопровождением. Верхотяне наслаждались зрелищем почти 10 минут на Нижней набережной. Мадина Халикова, Павел Рютин. Новости сейчас.